В других религиях, можно так сказать, есть ли у них такое направление, как быть в радости. Но в Торе есть, в Торе этому уделяется огромное значение, придается большая важность. Быть в радости — это конкретная обязанность. Бог сказал конкретно, прямым текстом в Торе написано, что служить Всевышнему надо в радости. Басимхат Лев, надо служить Всевышнему с радостью в сердце. Поэтому мы изучаем, как это сделать. Все готово? Готово. Мы это изучаем на платформе Вайкра, в Ютьюбе, в Фейсбуке и в Телеграме. Есть у нас сайт, и все это существует благодаря помощи партнеров Вайкра. Все люди, кто помогают финансово, становятся партнерами в распространении Божественного Света. И вы становитесь как проводники этого Света. А так как все в этом мире очень устроено системно, мы как раз изучаем эту систему, то тот, кто приносит в мир Божественный Свет и сильно его приносит, то есть как в любом деле можно быть слабым проводником или сильным проводником, то Всевышний как раз такому проводнику Божественного Света дает благополучие. То есть есть очень много бонусов и бенефиц на английском для проводников Божественного Света. Поэтому приглашаю вас стать проводником. Яков Шатадин, он вам поможет в этом важнейшем деле. Итак, сегодня у нас 12 урок, 12 урок в цикле «Жизнь в радости» или «Увеличиваем радость». Сейчас мы находимся в месяце Адар, 14 марта. Это какого у нас сегодня Адара? Сейчас я вам скажу, какой сегодня Адара. Сегодня у нас четвертое число месяца Адар. Мы находимся в четвертом числе прекрасного месяца Адар. И нам еще увеличивать в радости 25 дней до конца месяца Адара. Так что мы с вами минус шабата, минус пурим, наверное. Мы успеем сильно увеличить в радости. Значит, сегодня он нам дает, получается, уже седьмой барьер. Пять. Шестой барьер. Секундочку. Цим-цюмим. Неважно, шестой или седьмой барьер мы изучаем уже, который мешает радоваться. Что это за шестой или седьмой барьер, который мешает радоваться? Это, значит, преждевременная старость. Называется преждевременная старость. Дети, они по сути своей, в большинстве своем, да, они радостные. Они играют, они веселятся. Они могут веселиться от чего угодно. Маленькие дети у них из любого дела превращаются в игру. Я помню, когда я сидел учил Тору в Тиеве, в Синагодии Шатару Ставели, в Шаббат. И маленький такой четырех-пятилетний мальчик бежит и мимо меня бежит, такой веселый, что-то у него какие-то, он чем-то занят. Дети все время чем-то заняты. И я ему говорю, привет, тебя как зовут? Он такой, Саша! И я говорю, а что ты кричишь? Он говорит, чтоб весело было. Понятное дело, что покричать иногда весело. Но что? Взрослые обычно детям что говорят? Они ему говорят, хватит баловаться, хватит веселиться, хватит, значит, быть маленьким, будь взрослым. Что значит быть взрослым, по мнению большинства взрослых? Это быть грустным. Быть взрослым, это значит быть грустным, затурканным, прибитым немного и все время озабоченным. Вот это вот, по мнению взрослых, это быть взрослым. И они все время детям, веселым, радостным детям, они говорят, стань взрослым уже, пойми, что мир это не радость и не веселье. Мир это проблемы. Как дела? Я помню, я спрашивал этот вопрос у многих в Харькове. Они говорят, воюем, боремся. Это еще войны вообще близко не было. Вот, быть взрослым, это быть душнивой, тоже говорит Эстер Исраиль. Да. Теперь говорит нам, автор этой книги, он говорит, что шестой или седьмой барьер, я так не хочу сейчас сдаваться, это преждевременная старость. Он говорит, если все время, если просто отпустить себя, он говорит, даже не надо стараться стареть. Стареешь ты, стареешь по-любому. Но, как бы, процессы идут. Особенно после 35 лет, когда заканчивается гарантийный пробег у человека, заканчивается в 35 лет. Как уже после 35 лет начинает все ломаться. И очень обязательно надо после 35 лет, я вам советую, рекомендую. Полчаса в день приучить себя. Начните с минуты, потом дойдите до двух, потом до трех, до четырех. И так через месяц можно дойти до 30 минут. Занимайтесь оживлением своего тела, как бы техосмотром. То есть, это вас спасет от многих болезней, от преждевременной старости, опять же. Минуту потанцевал, минуту понаклонялся, минутку поприседал, минутку попил водички, минутку полежал, порасслаблялся, минутку позанимался дыхательными упражнениями. За день, если у вас набирается 30 минут осознанного воздействия на тело, при котором вы, о, еще очень классно, облился холодная водичка, облился горячая водичка. То есть, надо все время своему телу давать сигналы, что вы живы, что оно вам нужно. А что делает человек после 35 лет? Он стремится как можно больше не двигаться. Если он не двигается, то какой он сигнал дает телу? Что он умер, все, тело ненужное. Значит, он говорит, что если им это лозас, если ты не движешься, то в большинстве случаев состояние тела, оно ухудшается. Это как ехать на экскалаторе. Если ты, вот экскалатор все время едет вниз. И чем ты старше становишься, тем быстрее он едет вниз. И чем ты старше становишься, тем больше тебе нужно двигаться. Потому что, если ты не двигаешься, то все атрофируется, костенеет, жиреет, плесневеет и так далее. То есть, обязательно, чем ты старше становишься, тем тебе больше нужно двигаться. Вот я могу привести пример. Моя мама, дай бог ей здоровья, ей 85 лет сейчас. И она, у нее там операции были, деменция, все. Я говорю, мама, как я ее уговариваю, она двигаться вообще не хочет. Хочет сидеть только возле телевизора. Я говорю, один раз встань с кресла. Не надо, не надо там много раз вставать. Один раз. Ну, ты можешь? Ладно, один раз встала. Потом я прихожу, давай еще раз встанем вместе. Давай, один раз встали. Потом два раза встали, три раза. Сейчас она три раза в день по 15 раз делает. А иногда, так как у нее деменция, то, ну, ее, она легко сбивается, так она и по 20 делает. То есть, если чуть-чуть сбиться со счета, она и 20 может делать. Она один раз еле вставала. Сейчас она уже три подхода по 15 раз встает. То есть, в любом возрасте, если вы начинаете двигаться, то тело, оно тут же отзывается. Тело, это как материал такой. Дальше он говорит, это то, что касается преждевременная старость, касается тела, и это убирает радость. Понятное дело, что человек, который вот ходит вот с таким лицом все время, унылым, то он становится унылым. То есть, это понятно. Он говорит, а теперь давайте посмотрим на отношения. То же самое. Люди становятся скучными, им скучно. Они привыкли, все по привычке, все. И они вместо того, чтобы оживлять свои отношения, они ищут новые. Думают, вот сейчас оживляете. Понятно, да? Благословляющий будет благословлен. Амэнь. Спасибо, Дамир. Дальше. Дальше он говорит о духовности. Приводит он своего учителя слова Рабина Ахмана. Он говорит о духовности то же самое. Я, например, соблюдаю шаббат уже больше, получается, сейчас 24-й год, а я начал в 99-м. 25 лет, четверть века. И если делать все время одно и то же, оно может наскучить. Поэтому постоянно нужно что-то обновлять, менять, добавлять. То есть, или же второй вариант, у меня вот, я очень его люблю. Это вариант, вообще, не смотреть назад. А как бы начинать все время, вот сегодняшний момент, это и есть новый момент, чистый лист. Я помню, мои дети, я когда-то очень эту идею, когда нашел, я очень ее, я все идеи, которые нахожу хорошие, я тут же начинаю про них рассказывать, рассказывать для того, чтобы эту идею закрепить у себя. Знание, которое мы получаем, оно, ну, приходит к нам в виде таких сигналов, да. Что такое знание? Вот сейчас идет урок Торы. Я рассказываю какую-то идею, вам какая-то идея понравилась. Это как некое облачко, которое проходит сквозь нейронные ваши сети в мозге. Чтобы эта идея осталась у вас, ее нужно понять, запомнить, потом повторить, повторить, повторить. И тогда эта идея, она встраивается в нейронные сети, и внутри у вас появляется уже эта идея, как некий такой фильтр, да, как уже это ваша идея. И эта идея потом начинает давать плоды в виде каких-то решений. То есть она начинает участвовать в принятии решений, и дальше решения приводят к действиям, действия приводят к результатам, плоды. Теперь, ну, если вы ее не запомнили, эту идею, так она не даст никаких плодов. Поэтому, когда я находил какие-то идеи, я тут же их внедрял. Я помню вот эту идею, которую я сейчас вот про нее скажет Рабин Ахман, я сейчас прочту. Я ее когда-то нашел, когда первый раз услышал, что каждая секунда – это новый момент. Что каждую секунду Бог обновляет мироздание, и как бы идет сотворение, вот почему существует мироздание. Потому что Бог каждую секунду дает энергию заново вот этим всем нейронам, атомам, молекулам. Теперь каждая секунда – она новая. Вот принципиально новая. Прошлой секунды уже нет. Ну, это очевидно и понятно, что нет ни прошлой секунды, ни прошлой минуты, ни прошлого часа, ни прошлого года. И даже моих 50 лет прошлых – нет. Они существуют только в моей памяти, если я о них вспомню. А так их нет, они закончились, исчезли. Будущего тоже пока нет. То есть, есть только настоящее. И вот этот вот момент, что можно начать всегда с чистого листа, как бы. Новый старт – это сейчас. Я эту идею очень сильно, когда-то она меня вдохновила. Я ее, прямо у меня был тренинг «Новый старт» назывался «Создатель игры». Это была одна из главных идей программы, что в реальности существует только эта секунда, а все остальное ты создаешь сам, в своем воображении, в своем восприятии. В общем, я помню, маленькие дети тогда были, и они что-то плохое сделали, кто-то из них, не помню кто. И там мама приготовилась его воспитывать, а он говорит, мама, забудь, прошлого нет. Жизнь начинается с этой секунды. Давай начнем с чистого белого листа. А я помню, как мы все смеялись. Маленький ребенок, который услышал же эту идею, он говорит, мама, забудь, прошлого нет. Это очень было смешно. Теперь говорит нам Раби Нахман. Раби Нахман нам говорит такую вещь. Это, он говорит, основа истинной жизненности. Когда удостаиваемся, Кышезухим, как-то он использует это слово, когда удостаиваемся начинать каждый раз сначала в служении Богу. Что это основа истинной жизни. То есть, он говорит, что такая вещь, что служение Богу тоже может стать привычкой. Может стать такое просто... Но если ты, как будто бы ты сначала, вот сейчас ты начинаешь этот процесс, то это, он говорит, основа жизненности. И пусть будет служение его, ну, человека, каждый раз заново. И он тогда не упадет в старость, старость Ситрахра, это обратная сторона, это, ну, зло. Не упадет в старость зла. И чтобы он не состарился в своем служении Богу. Значит, запрещено быть старым, стариком, да? Даже старым праведником. И даже старым хасидом. Хасид это тот, кто делает больше, то есть, который служит от всего сердца, но нельзя быть старым хасидом. Потому что быть старым, это нехорошо. Поэтому мы должны начинать каждый день заново. Так он говорит. И если, дальше, это уже автор книги продолжает. Если не делают что-то активное, если не стараются добавить радости, то на автоматическом уровне погружаешься вот в старость и в трясину и в болото. То есть, это такой вот он нам дал прекрасный совет. Я вспоминаю, был такой прыгун, он был трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, Виктор Санеев. Три олимпиады, это каждая олимпиада раз в 4 года, 12 лет. И человек, который уже стал олимпийским чемпионом, ему уже нет у него такой мотивации большой заново тренироваться. Как мы знаем, царь Соломон говорил, что перед крушением вознесения. И обычно, когда человек возносится, то он очень быстро ломается. И было очень много случаев в спорте, когда люди становились звездными и тут же сгорали. Это прямо звездная болезнь называлась в спорте. Что человек, ну вот он выиграл какое-то соревнование, и так у нас было принято в сборной СССР. Он звезду поймал. Ну, когда он так начинал ходить, так на всех с высока смотреть. И это уже было как бы предвестником, что он скоро упадет. Теперь Виктор Санеев, который был трехкратным олимпийским чемпионом, как-то его спросили, а как он вот такой длинный срок, 12 лет подряд, выдержал. Он говорит, я каждый раз после Олимпиады представлял, что опять вот заново прихожу на стадион и начинаю как перворазрядник. Я начинал тренироваться как перворазрядник, вести себя как перворазрядник. То есть я как бы каждый раз... У меня не было, что я олимпийский чемпион. Я каждый раз начинаю сначала. И сейчас я вспоминаю, много есть и в бизнесе таких как бы идей, что успех – это самый опасный враг. Потому что когда, например, начинается успех, то это очень расслабляет. В свое время, в 60-е годы Советский Союз был у него 10% мирового ВВП. Это было достаточно много. И Советский Союз был лидером в атомной энергетике, там в космос первые полетели. Но потом начали добывать нефть и начали ее продавать. И в тот момент, когда тебе приходят деньги автоматически, и тебе не нужны никакие технологии, особые ничего, то в этот момент расслабились и стали просто страной, которая торгует нефтью. И так и сейчас в Советский Союз я как-то слышал такое одно из объяснений. Поэтому для нас с вами очень важно во всех сферах жизни начинать сначала чувствовать вот этот момент чистый белый лист и не погружаться в рутину, в привычку. Я вспоминаю, сейчас мы прошли же курс уроков по благодарности, я для себя взял оттуда очень хорошее упражнение, которое я делаю каждый день. Это как не упражнение, даже у меня уже стала это привычкой. Я смотрю на свои вещи. Вот, например, вот этот вот блокнот я купил когда-то в магазин, закрывался канцелярский магазин, а я очень люблю покупать с детства по ститкам и потом продавать дороже. Я любил это, у меня с 12 лет, у меня была такая большая любовь. Я с 12 лет чем-то отторговал. И вот, значит, этот блокнот я купил, магазин закрывался, и я купил этот блокнот очень дешево вообще. Я в тот момент очень обрадовался. Теперь, каждый раз, когда я его вижу, я смотрю на этот блокнот, думаю, как я рад, что я тогда купил этот блокнот. Спасибо Всевышнему. То есть я еще раз благодарю за те же вещи, которые были. Как будто бы он сейчас ко мне попал. Какая разница? То есть он попал ко мне тогда, но сейчас-то я его вижу, и сейчас это новый момент. Я снова радуюсь о том, что я его купил очень дешево. А блокнот классный, кожаная обложка, красивый такой, приятный блокнот. Вот эта книжка, да, называется «Еврейский дом». Эта книжка «Еврейский дом» Рафсинка Коэн. У меня есть эта книга на иврите, двухтомник. Я считаю, что это лучшая книга вообще. Это просто все, кто женится, обязаны ее изучить. Если бы люди ее изучали перед свадьбой и строили бы отношения по вот этой книге, то разводов не было бы вообще. Вот просто вообще. Люди получали бы невероятную радость от совместной жизни и воспитывали бы здоровых, веселых, радостных детей. К сожалению, мне эта книга попалась после 24 лет брака, и я понимаю, сколько ошибок я сделал в своей семейной жизни. Но у меня был двухтомник на иврите, а на русском эта книга у меня лежала давным-давно, я забыл про нее. И вот я вдруг, я вижу ее, просматривал книги, смотрю, она у меня есть на русском. Открываю, думаю, вообще вот это повезло. Все-таки на русском читать легче. Ну, для меня лично, да. И вот я очень, когда я ее вижу, я опять ей радуюсь и благодарю за нее. То есть, техника благодарности можно благодарить за те же самые вещи десятками-десятками раз. Потому что в данный момент, если ты переживаешь еще раз чувство благодарности за то, что эта вещь пришла в твою жизнь, то ты прямо сейчас радуешься и получаешь вот это вот внутреннее состояние наполненности. Благодарность – это когда ты благодаришь за тот дар, который ты получил, и ты в этот момент наполняешься радостью от того, что ты его получил. И какое-то оказывает влияние на жизнь. Когда ты, и ты благодаришь Всевышнего, тогда у тебя внутри появляется то, что является огромной ценностью. Это бетахон. Бетахон – это уверенность во Всевышнем, траст, доверие. И когда у тебя появляется доверие, когда ты каждый раз видишь, сколько у тебя есть радостей, ты перестаешь бояться будущего, потому что большинство людей очень тревожится и боится будущего. Почему? Потому что они в настоящем видят не наполненность, а недостаток. Если человек видит все время недостаток, то, чего ему не хватает в настоящем, естественно, он тревожится о будущем, ему в будущем будет тоже не хватать. А тот, кто видит в настоящем наполненность… Да? Сейчас, секундочку. Мне нужно включить телефон на зарядочку. Тот, кто видит наполненность… Вот этот, кстати, шнур очень длинный. Я купил на Амазоне 3 метра. И мне так теперь удобно. Спасибо Всевышнему за то, что я купил шнур на Амазоне. Очень классный шнур. Спасибо. Вообще радостно. Это простое действие. Простое действие. Благодарное Всевышнему за шнур трехметровый, который я купил раньше на Амазоне. Оно внутри создает выброс дофамина, который создает прекрасное настроение, состояние. Усиливает связь со Всевышним, потому что через благодарность мы приходим к любви к Богу. И дает уверенность во Всевышнем. Плюс, так как тот, кто связан со Всевышним, он в домике. То есть он реально находится под защитой Всевышнего. Всевышний ему всегда поможет. И человек в это верит, и Всевышний ему помогает. А тот, кто не верит, что Всевышний ему поможет, он прав. Потому что Всевышний такому, а что он будет ему помогать? Он ему помогал, помогал. Человек неблагодарный. Не видит добра. Не видит ничего хорошего. Все время недоволен. Ну, хватит уже. То есть, если ты так в это веришь, то каждому поверь его. Понятно, да? Хорошо. Значит, все. Не будем старыми, будем молодыми. Стараемся обновляться во всех сферах. Теперь вот из этой книги «Улыбайся, улыбайся» Значит, сегодня в этой книге в этой книге говорится надо чуть вернуться назад. Значит, здесь автор книги, он нам говорил о том, что самое важное – отдавать. То есть, когда мы делаем добро другим людям, мы сами больше всех выигрываем от своей доброты. И если вы делаете какое-то доброе дело, не надо ждать, что окружающие это оценят и будут вами восхищаться. Не нужно ждать от них благодарности. Значит, поэтому лучше делать добрые дела быстро и незаметно, молча, не привлекая к себе лишнего внимания. И, значит, когда человек так делает, он, по мнению автора этой книги, он уподобляется Всевышнему и с Всевышним попадает в резонанс. А теперь, дальше он говорит, когда нам делают доброе дело, то это совсем другое дело. То есть, когда ты делаешь, это надо делать незаметно и убегать до того, как тебя поблагодарили, чтобы другие это не замечали. Когда тебе делают доброе дело, даже самое маленькое, мы должны тысячу раз благодарить. потому что, когда мы понимаем, что нам помогает и мы умеем это принять, значит, мы на самом деле стали людьми отдающими, а не берущими. Благодарность, она закрывает как бы счет. То есть, если смотреть на мир с точки зрения математики, закон сохранения энергии, когда кто-то делает тебе благодарность, ты принимаешь, ты наполняешь, делает хорошее дело, ты наполняешься. Теперь, если ты его не поблагодарил, то у тебя создается дефицит, ты получил больше, чем отдаешь. Когда ты поблагодарил тысячу раз, то ты отдал, как бы вернул, установил баланс заново, да? То есть, у тебя нет того, что ты взял больше, чем отдал. А если ты не поблагодарил, то ты как будто бы украл, потому что человек ожидает благодарность. Если ты делаешь добро и не получаешь благодарность, наоборот, ты создаешь некий вакуум, да? То есть, ты отдаешь, 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 а Всевышний тебя наполняет. То есть, здесь Всевышний, он же сказал отдавать, это же не мы придумали. Теперь я вчера рассказывал эту идею одному бизнесмену. Он мне говорит, бизнесмен такой вот, прямо конкретно из Форбса. Он говорит, так не работает, потому что, если я все время буду отдавать, откуда же у меня будет тогда? Я останусь без ничего. И я не, честно говоря, я вот в этот момент как-то я не смог ему донести, доказать, найти момент, что действительно, если человек все время отдает, а как он будет наполняться? Мы пришли к выводу, что как в Шелхонорухе написано, что человек может давать сдаку до 20%. Он говорит, это логично. То есть, если я до 20% от своего состояния, от своего времени уделяю на бескорыстную помощь других людей, я действительно тогда не опустошусь и не обеднею. Прямо Шелхонорух так и пишет, это сборник законов, что человек не имеет права давать больше 20%. То есть, 10% он должен давать, до 20% это его выбор. Но больше 20% нельзя, чтобы потом не обеднеть и не нуждаться в помощи людей. Эта идея очень бизнесмену понравилась. Но тут вот я сегодня нашел еще одну идею, которая, которая как бы расставляет акценты очень правильно. Значит, дар молитвы. Он сам на следующей же странице задавал вопрос, как мы можем все отдавать? А если нам просто нечего дать другим? А если мы просто не можем себе этого позволить? Так что, получается, я теперь не могу быть добрым человеком и лишаясь этого дара и важно, то есть, Вишний сказал, надо быть добрым, дающим, то есть, человеком, дающим бескорыстно. И он отвечает на этот вопрос, конечно, если у человека нет каких-то ресурсов физических, у него нет там кладовых полных серебра и золота, нет миллионов долларов на счету, которые появляются сами по себе, но у нас же есть у всех способность думать о других. И думать о других хорошо, это значит давать им самое важное в жизни. Почему? Потому что, если вы действительно думаете, волнуетесь за кого-то и хотите ему помочь, вы начинаете за него молиться. Самый лучший способ помочь другому начать за него молиться. Молиться, чтобы он был счастлив, чтобы у него была удача в жизни. Нужно просить об этом снова и снова. Нужно молиться за тех, кого мы очень любим и за тех, кого мы не очень любим. Нужно молиться за тех, кого мы хорошо знаем и за тех, кто с нами не знаком. Постарайтесь благословить их от всего сердца. Молиться за других означает подарить им самый дорогой подарок. Если мы приучим себя к этому, сделаем привычкой желать окружающим только счастья и добра, мы вдруг ощутим, что сами стали лучше и добрее. Тогда наша жизнь вдруг станет совершенно другой. Мы вдруг превратимся в людей, которым хорошо жить на свете. Потому что именно такими людьми мы мечтаем стать. И он здесь вот приводит. Молиться о других это самый большой подарок, которым мы можем им дать. Получается здесь интересная вещь. Давайте на ней вот мы как раз и закончим. Что вот эта доброта и желание давать в материальном плане, она не должна вести к ущербу моему. Поэтому если человек дает, там 10% он выделяет на десятину. Распределяет это по разным, обязательно советую. Вот Дамир все время интересуется, как распределять десятину с Даку. Диверсификация это называется. Диверсификация как в бизнесе. То есть простой принцип, что ты помогаешь в том, в чем нуждаешься в помощи от Всевышнего. И когда, например, я вот недавно эту идею кому-то объяснял. Например, человек хочет жениться. Я говорю, помогай, есть там девушки, сироты. Помогай сиротам жениться. Помогай им обеспечить жизнь. Это как раз Всевышний тебе поможет. Это лучшее, что можно сделать, чтобы ты женился. Или помогай тем, которые занимаются шломбайтом, миром в доме, семейной терапии. Кто сохраняет братья. То есть помогай в этом движении. Тогда у тебя получится, что ты помогаешь в том, что нужно тебе. И тут я подумал такую интересную вещь. Что я как-то для себя давным-давно решил. Что для меня главное, это я хочу понять, как работает мир. Чтобы мне Всевышний открыл вот это вот знание. Дал мне знание, понимание точно, что правильно, что неправильно. Как работает мир. Я об этом молюсь десятки лет уже. И получается, что вот во экран, например. То есть я помогаю людям осознать, понять, узнать о Всевышнем. И мне Всевышний открывает. То есть мне каждый день, я что-то изучаю, мне прям каждый день открывается какая-то новая глубина в том, как работает мир. То есть я помогаю в изучающем Тору. И мне Всевышний открывает знания. То есть если вы, например, поддерживаете ваекра, то вы помогаете другим людям узнавать о Боди. И в этот момент Всевышний вам будет открывать все ответы на все вопросы, которые вам нужны. Теперь, тот, кто хочет зарабатывать, он помогает неимущим. Тем, для кого вы, например, там для кого-то 100 долларов, это для него просто подарок с неба. Он говорит, спасибо Всевышнему, вы являетесь ангелом, который для человека закрыл какую-то его нужду, которая для него в этот момент совершенно невероятного ему не хватает. В этот момент Всевышний вам дает то, что не хватает вам. Принцип понятен, да? Теперь, но самое главное, это стать человеком, который бескорыстно дает. И вот тут проверка этого, это молитва. Проверка и самый простой вот этот элемент, который не требует никаких затрат, кроме намерения. То есть если я хочу, вот я искренне желаю, чтобы у всех у вас, чтобы Всевышний слышал ваши молитвы, чтобы он дал вам мудрость, здоровье, все, что вам нужно, я вам искренне от всего сердца желаю. Но Всевышний, пожалуйста, помоги всем, кто присутствует на уроках платформы ВАИКРА, кто поддерживает ВАИКРА, помогает ВАИКРА. Яков Шатадин молится на Коттеле за всех партнеров ВАИКРА, спонсоров, друзей ВАИКРА. Все, кто помогают, молятся за каждого, вот так пойменно, просят Всевышнего. И поэтому, конечно, то же самое можете сделать и вы, молиться за всех людей, за то, чтобы был мир. Я прям молюсь конкретно с начала войны, чтобы воины остановились. Войны не решают никакого вопроса, вообще никакого вопроса. То есть война, она только ведет к убийству людей, и в итоге люди как жили, так и живут. Ничего, то есть политики, вот эти все, которые раскручивают войны, они людям говорят, вот, война будет вам лучше. А они им не лучше, людям никогда не лучше от войны. Вот, поэтому я молюсь за мир, чтобы был мир, чтобы все вернулись домой, чтобы все занимались со своими семьями, выращивали детей, выращивали виноград, хлеб, яблоки, да, чтобы радовали жизнь и благодарили Всевышнего. Все, всем удачи, успеха, с Божьей помощью, встречаемся завтра в 10.00 и увеличиваем радости. Хорошего дня.